Привет! Каждый раз, когда я оказываюсь в другой стране, я ищу там магазин ретро-игр и покупаю себе что-нибудь на память о поездке. Со временем таких игр у меня накопилась небольшая коллекция, и сегодня я о ней расскажу. Игры эти на несколько платформ, и рассмотрим их по старшинству платформы от самой старшей до самой молодой. Начнем с Super Famicom, у меня для него есть две игры в коллекции. Это Superfire Pro Wrestling Special и Superfire Pro Wrestling 3. Если видели мои другие ролики, то знаете, что я фанат творчества японского геймдизайнера Суды Гаичи. А игры серии Superfire Pro Wrestling, это игры, над которыми Суда начинал работать. Это были Superfire Pro Wrestling Special, насколько я помню, это была первая игра, над которой он поработал. И с этой игры началась его карьера, и я решил, что возьму ее себе для коллекции. Вот так выглядит картридж. Также это Superfire Pro Wrestling 3. И вот эти две части я купил себе, исходя из соображений, когда-нибудь заиметь все игры, над которыми работал Суда Гаичи для коллекции. Дальше по старшинству идет Game Boy Advance. У меня для него есть несколько игр. Это Robotech. Картридж, видавший виды, но в целом можно поиграть. Это такой довольно прикольный сайдскроллер, сложный. Я думаю, если есть фанаты серии Robotech, то она им понравится. Я просто взял, потому что мне она подвернулась, и мне было интересно посмотреть, о чем она, и прикоснуться, так сказать, к серии Robotech, потому что я не играл до этого ни в одну игру. Также есть на Game Boy Advance несколько японских картриджей. Первые в таком пакетике продаются в магазинах ретро-игр, где я был. Это порт Метроида, первого для Game Boy Advance. Он тоже на японском языке, но, собственно, сам Метроид. Там текста не очень много. Также, как и с Robotech, игра мне показалась сложноватой. Ну, я играл в Super Metroid. В первый Метроид я играл на эмуляторе. Сейчас в нее трудновато играть, она немножко туговато идет. И вот, если поиграл в Super Metroid, то в первый Метроид уже играть сложно. К нему прям надо потратить время, силы, чтобы в него поиграть. Так, следующая это игра, которая мне показалась интересной. Я купил ее в основном только из-за внешнего вида, даже не зная, что это за игра, и потом уже поиграл в нее и нагуглил. В магазине не было возможности проверить. Я увидел, что это игра про Йоши, там Йоши есть на обложке. И вот эта вот верхняя штука интересная мне показалась. Я подумал, что нетипично вот так выглядит. Типичный картридж для Game Boy Advance. Ну, причем он желтого цвета тоже, как бы, такой веселенький. Вот так вот обычно выглядит картридж для ГБА. Он серый, у него наклейка, он прямоугольной формы. И, как бы, особо ничем не уделяется. Этот картридж красивый, он зеленый. У него из двух каких-то кусочков пластика сделан. У него сверху вот эта штука. Причем эта штуковина, это не просто декоративный элемент. Сама игра называется Йоши's World Gravitation, если я сейчас не ошибаюсь. Вот эта штука, это гироскоп, который позволяет при повороте устройства вместе с картриджем управлять гравитацией. Игра состоит из небольших уровней. Она больше представляет собой такую головоломку, в которой надо провести Йоши. Это смесь платформера и физического, ну, как, очень условно физического пазла. И прикольная она тем, что можно в любой момент повернуть устройство, и в нем изменится гравитация. На видео видно, что просто Йоши поворачивается туда-сюда, но на самом деле, как бы, на самом устройстве Йоши продолжает удерживать линию горизонта при повороте картриджа. И поэтому кажется, что он поворачивается, потому что на видео не видно, что поворачивается само устройство. Следующая это игра для Nintendo DS. Я купил ее в магазине подержанных игр. Сам не знаю зачем, она была очень дешевая, ну, и, как бы, я не удержался и купил. Это игра Sega Superstars Tennis. Ну, и, собственно, название здесь говорит само за себя. Это теннисная игра про сеговских персонажей. Вот. Дальше большую часть, наверное, моей коллекции, мне очень нравится первая PlayStation, я об этом неоднократно говорил, и большую часть моей коллекции занимают игры для первой PlayStation. Я взял себе японские издания, потому что, во-первых, они были намного дешевле, как бы, и брал я их в основном для того, чтобы они просто стояли в коллекции, чтобы посмотреть, как выглядели те или иные игры. Ну, и те игры, которые я хотел себе купить, их не было, там, европейского или американского издания, мне подвернулись японские. Это Horror Echo Night от From Software. Здесь, как бы, тут еще есть одна история, связанная с этими играми. Именно, когда я привез большую часть вот этих игр, когда я вернулся из поездки и решил в них, наконец-то, поиграть, у меня нет первой PlayStation, у меня есть PlayStation 2. И когда я захотел в них поиграть, то вот это, наверное, последняя игра Echo Night, которую моя приставка смогла запустить, прежде чем превратиться в тыкву, прежде чем перестать работать. Картриджи для более старших платформ, они не сохранились, для них ни коробочек, ничего. Про диски можно сказать то, что в них есть еще и какие-то буклеты, их я тоже покажу. Так вот, игра про... это игра о призраках, о том, что главный герой, он помогает, насколько я там сумел прочитать, призракам помогает умершим людям завершить их незавершенные дела. Также здесь нет никакого огнестрельного оружия. Все, что нужно делать для того, чтобы бороться там с призраками и монстрами, это включать в комнате свет. Вот так вот выглядит буклет. Это игра из серии PlayStation The Best. И, насколько я понял, это было в Японии переиздание, насколько мне удалось прочитать. Буклет, в котором рассказано управление, как здесь управлять, какие-то скриншоты, подсказки. Собственно, все на японском, так как японское издание. И каждый раз, когда я такие издания вижу, меня очень сильно поражает в японцах вот это вот их умение хранить вещи. Потому что игра сейчас, я точно скажу, 98-99 года, но сколько лет уже прошло, и все буклеты, все в отличном состоянии, можно все вот это вот посмотреть и полистать. И вот именно за это мне нравятся японские издания, потому что они всегда очень хорошо сохранились. Также есть игра в этой коллекции. Это игра про сноубординг, и она называется просто сноубординг. Причем не просто сноубординг, а The Snowboarding. И она, эта игра является частью серии для PlayStation, которая выходила в Японии, и она называется Simple 1500. То есть здесь написано Simple 1500. И она, как бы игры из этой серии продавались за 1500 йен в магазинах. И вот этот диск, он 27 в серии, он называется часть 27. Тут я не знаю, видно или нет. Тут есть скриншоты. Вот, на заднем плане. Внутри также находится буклет. Посмотрим на него. И на этом буклете показаны игры, которые входят в эту серию. И здесь есть такие игры, как шахматы, гонки, карты, маджонг, боулинг и так далее. Это серия игр, которые просто игры, которые иллюстрируют какой-нибудь вид спорта или какое-нибудь занятие. Внутри буклет рассказывает о правилах, о том, как управлять управление здесь вот на обратной стороне. То есть обычный разворот, в котором внутри вот эти вот штуки. Также, кстати, если возвращаться к этому изданию The Best, которое была прошлая часть, оно было в таком пакетике, и здесь была такая бумажка, которую, видимо, наклеили в магазине. Не наклеили, точнее, а добавили ее к диску. И на ней написано, что эта серия только для Японии. И тут указана... Тут даже не указана цена, здесь просто указана информация о игре. Нет, цена указана 2800 йен. Так, вот она там внизу. Вот. И это... Ну, видимо, как игры со скидосом продавались или что-то в этом роде. Дальше у меня просто... Я не знаю, так как обычно в поездке, в суматохе, я не планирую заранее покупать какие-то игры. И когда я попадаю в магазин, я просто выбираю что-то довольно спонтанно. И некоторые игры, о которых я никогда ничего не слышал, я просто... Потому что они там дешевые, или потому что интересная какая-то коробка, и хочется к ней посмотреть. И вот одна из таких игр, это игра, которая называется Мария. Вот такое вот издание. Коробка содержит три диска, и внутри она довольно прикольно выглядит. Очень мне нравятся диски для PlayStation 1. Они оригинальные, черного цвета. Я, ну так, относительно недавно об этом узнал, и это было весьма прикольно. Потому что то, что я играл в детстве, это были в основном какие-то пиратские болванки, а то, что оригинальные диски были черными, это для меня оказалось довольно новой информацией. Ну как, об этом я узнал, наверное, несколько лет назад буквально, когда смотрел какие-то обзоры на PlayStation зарубежные, и там они показывали эти диски. Внутри этот кейс выглядит, он открывается с двух сторон. С одной стороны это буклет и диск, а с другой стороны два диска. Игра Мария, о ней информации я нашел не очень много. Это, она, кстати, тоже из этой же серии PlayStation 10. Здесь написано это издание. Приключенческая игра в сеттинге современного, современной Японии, видимо, там действие происходит или в Токио, или где-то еще. И в основном она состоит из видеозаставок и диалогов, поэтому, наверное, отчасти здесь и три диска для того, чтобы все это видео уместить. Буклет красивый, он вот так вот выглядит, на обратной стороне у него маска, и внутри мы тоже можем видеть такую женщину в красной маске. Возможно, с ней как-то связан сюжет. Я не разбирался с этой игрой, и думаю, со временем я доберусь до нее, посмотрю, о чем она, когда закончу, например, с Moonlight Syndrome, про который сейчас готовлю видео, и можно будет посмотреть на эту игру, потому что интересно. Она выходила также на Sega Saturn, потому что я довольно много видео нашел сравнение качества, как выглядит игра на Sega Saturn, и как она выглядит на PlayStation. Там прям сравнительно двух окошек запускают. Здесь везде фигурирует эта женщина в красной маске. Есть на развороте на главном персонажи игры, о которых немножко рассказывается. Очень удобно, прикольно, наверное, погружает в атмосферу игры управление, куда же без него. А, и вот что мне показалось примечательным, это то, что здесь рассказывается о операционной системе компьютера, компьютера, который находится внутри игры. Операционная система называется Rainbows. Видимо, какое-то взаимодействие будет происходить через компьютер. Ну, в общем, интересно было бы, да и будет в будущем на это посмотреть. Вот, положу на место буклетик. Такая вот игра. То, что я купил себе целенаправленно, с целью, чтобы у меня это стояло в коллекции, это одна из моих любимых игр для PlayStation 1, и в целом то, с чего у меня началось знакомство, наверное, с PlayStation 1 и с JRPG, хотя нет, обманываюсь с JRPG, знакомство началось на Sega с Phantasy Star 3. Тогда, ну, я ее почти прошел, довольно далеко зашел в нее, но у меня сломалось сохранение. Видимо, села батарейка, и слетели сейвы, и надо было заново начинать. В общем, ну, сейчас не об этом, и, как бы, вот. Final Fantasy – это игра, которая у меня прямо ассоциируется с PlayStation 1, ассоциируется с какой-то, с приятным времяпрепровождением, с уютностью, она мне очень нравится. Некоторые, там, хейтят игру, как бы считают, что это какой-то шаг назад, или что, там, слишком в ней перемудрили, отошли от основной тематики, там, стилистики игры. Но мне, наоборот, она очень нравится, наверное, по большому счету, потому что это первая Final Fantasy, в которую я поиграл, и я был прямо в восторге. И это издание я купил для того, чтобы оно стояло на полке, радовало глаз, и также посмотреть, в какой, потому что, когда мне она досталась, это было просто вот такой конверт с четырьмя пиратскими дисками, когда я в нее играл в детстве. И посмотреть, как она, в каком виде она продавалась, в каком виде она издавалась, вот с этой целью я себе ее и приобрел. Внутри здесь издание на четырех дисках, и внутри, получается, на развороте у нас есть, так же, как у Марии, буклет и один диск. От буклет получается вот так вот. То есть здесь два диска и буклет, и с другой стороны два диска. Сам этот наборчик уже видавший виды, и здесь сломался держатель для одного из дисков, то есть он вот держится тут на честном слое. Опять же, очень-очень меня удивило вот это, ну, как бы кому-то это покажется, как сказать, незначительной деталью, но мне было действительно интересно узнать про то, что диски черные. Это прям круто. Вот. Еще раз посмотрим. Так вот выглядит задняя часть, так выглядит боковая, здесь вот сама обложечка. И буклет, который здесь есть, здесь персонажи, на обратной стороне сквол, об управлении. Вот эта штука, я даже не знаю, что это такое. Видимо, это была какая-то портативная игра, потому что я находил, когда находило издание Final Fantasy VIII для PC, там была игрушечка про Чокобо. Да, это, похоже, она, это тамокочи, в котором, вот здесь вот есть экранчик, вот он, в котором можно выращивать своего Чокобо, и это, и он как-то помогает в игре. Вот с этой механикой я не сталкивался, и с этим устройством тоже не сталкивался. Управление, куда же без него. Тут есть скриншоты, которые, видимо, расписывают особенности, тут что есть автомобиль, что там какие-то, видимо, системы диалогов. Я это не переводил, даже как-то не пытался еще пока перевести. Я просто посмотрел картинки, здесь некоторые боссы-монстры, о них тоже говорится. Буклет хоть и прикольный, но, на мой взгляд, скромный. Здесь есть какие-то дополнительные информации, возможно, о ролевой системе, о том, как идет боевка-прокачка. Из таких интересных картинок это еще с персонажами здесь. Вот, собственно, вот такое вот издание. Хоть оно и на японском языке, но я довольно много в свое время играл в Final Fantasy VIII, и я думаю, сапоги дорогу знают, что можно играть более или менее нормально, даже на японском, помня, какие там были диалоги, и что вообще в игре происходило. Последняя эта игра для PlayStation 2 – это Silent Hill Directors Cut, и она в издании Platinum, это европейское издание. Лицензионные диски для PlayStation 2 выглядят совершенно обычно. Это просто обычный CD, никаких цветовых решений там уникальных у них нет. Внутри тоже все более чем скромно. Прикольно только выглядят карты, вернее, холдеры для диска для PlayStation. Здесь есть сам держатель для диска и предусмотрено место для карты памяти PlayStation 2. Вот, на буклете здесь есть даже два буклета. Первый, он посвящен самой игре, здесь у нас на обложке Джеймс, на задней стороне Мария, и здесь, видимо, у нас Мэри, насколько я помню, управление в очередной раз, и тоже здесь расписаны особенности скриншоты, сейчас в подробности вдаваться не буду. Сам по себе буклет тоже довольно прикольный, тоже очень интересно. Silent Hill – это тоже, если игру я купил, потому что из тех же соображений, что и Final Fantasy VIII, я хотел посмотреть на лицензионное издание, хотел его у себя иметь в коллекции, потому что это самая моя любимая часть Silent Hill, у меня очень много тоже приятных воспоминаний с ней связано. Я неоднократно ее проходил и каждый раз получал удовольствие. Тут вот такой разворот. Здесь еще персонажи, здесь у нас Эдди присутствует, засветился, видимо, про него. Да, здесь просто уже идет описание персонажей с именами, здесь есть Анжела Уровска, есть Эдди. Вот они о предметах, о том, какие в игре есть предметы, здесь про каждое небольшое описание. В целом весьма и весьма такая полезная книжка. Также здесь, так как это европейские издания, можно во все перечень телефонов, горячей линии, наверное, или как, в которую можно дозвониться и расспросить об игре. Дальше у нас есть еще один буклет, который рекламирует игры, которые выходили от Konami в Европе. Это Pro Evolution Soccer, Metal Gear Solid Substance, директорское издание Silent Hill, вот этот диск, который у меня здесь, Zone of Elders The Runner, вот в эту игру я не играл, и было бы интересно в нее посмотреть, потому что, судя по скриншотам, это что-то про гигантских боевых роботов, которые сражаются. Так, теннисная игра, называется она Pro Tennis VTA Tour. Contra Shuttered Soldier, который выходил на PlayStation 2, не знаю, хорошее или нехорошее. Evolution Skateboarding. Вообще интересно вот так вот листать такие буклеты, как бы погружаешься немного в прошлое, ну, хоть и со вторым Silent Hill это недалекое прошлое, ну, как мне кажется, хотя прошло уже довольно много лет, но все равно это весьма интересно, какие игры тогда выходили. Evolution, вернемся, Evolution Skateboarding. Так, Age of Empires 2 и Zone of Elders, видимо, первая часть этой игры, о них тут рассказывается, и все вот выходили в этом издании. Так, это Seven Blades и Ring of Red. Про эти игры я вообще ничего не слышал. И еще Konami предлагала замечательный мерч по Metal Gear, и по Silent Hill. Вот такую курточку я бы не отказался заполучить, как у Джеймса. Также здесь положили штуку, в которой можно зарегистрировать свою копию игры, отправив ее в Konami, и этого хозяин предыдущего этого диска не сделал. Вот такая вот небольшая коллекция игр. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте ему лайк. Если не понравилось, то поставьте дизлайк. Если вы не подписаны на канал, то, пожалуйста, подпишитесь. Мне будет очень приятно, если вы это сделаете. Посмотрите другие видео. Обязательно пишите комментарии, если вам понравилось или не понравилось. Я с радостью учту ваше мнение. Ну и на этом уже теперь уже окончательно все. До новых встреч. Большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok